Мировые рынки вошли в штопор в пятницу после новостей о сильно мутировавшем варианте COVID-19, впервые обнаруженном в Южной Африке. Всемирная Организация Здравоохранения соберется в пятницу, чтобы обсудить появление варианта B1.1.529, который, по словам южноафриканских ученых, содержит более 30 мутаций белка спайк, компонента коронавируса, который связывается с клетками. Это значительно больше, чем доминирующий в настоящее время вариант дельта, который сам по себе очень заразен. Многие из этих мутаций связаны с повышенной устойчивостью к антителам и могут повлиять на поведение варианта в отношении вакцин, лечения и передачи инфекции, заявили представители здравоохранения, хотя ВОЗ заявила, что для лучшего понимания последствий неопределения дальнейшие исследования. Открытие этого варианта подтверждают риски, связанные с возможной эволюцией вируса и скорого выхода мира из пандемии. Эксперты говорят, что высокий уровень передачи дает вирусу возможность развить мутации, которые делают его более опасным. Данные Национального института инфекционных заболеваний Южной Африки показывают, как новый вариант за последние две недели быстро вытеснил высокоинфекционный вариант Дельта. В настоящее время на него приходится около 90% инфекции в самой густонаселенной провинции страны, где расположены ее политические и экономические столицы – Преторий и Йоханнесбург. Вслед за этой информацией посыпались рынки. Общеевропейский индекс ТОКС-600 упал на 2,4% к середине дня в Европе. При этом банки и туристические акции понесли большие убытки, а также нефть и газовый сектор, поскольку цены на нефть упали. Во время утренних торгов в Европе нефть марки Brent подешевела на 5,5%. В то же время американская нефть подешевела более чем на 6%, до 73,58$. Резкость движения рынка может усугубиться снижением объемов торгов в связи с праздником Дня Благодарения в США. Рынки США были закрыты в четверг и будут работать только до полудня в пятницу. Поскольку инвесторы потянули за активами увежившими, доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 1,531% с 1,644% до Дня Благодарения. Золото – еще одно предполагаемое средство сохранения стоимости, когда более рискованные активы падают, выросло более чем на 1%. В Великобритании, Израиле и Сингапур были в числе стран, которые ограничили поездки из Южной Африки, а акции Delta Airlines, United Airlines и American Airlines упали в моменте более чем на 7%. День Благодарения всегда является одним из самых оживленных периодов путешествий в году, отмеченных длинными очередями и большими толпами в аэропортах. В этом году есть дополнительные стрессы. Авиакомпании пережили тяжелое возрождение после пандемии, поскольку спрос вырос быстрее, чем ожидалось, а авиакомпании были застигнуты врасплох и испытывали нехватку кадров. Когда они спешили отозвать или переподготовить работников, которые не были нужны, когда спрос на поездки иссяк в прошлом году. Напротив, производители вакцин, модерны и Pfizer, вошли в число выигравших на торгах при маркете, набрав более 8,5% и 5,5%. Опасения по поводу коронавируса вернулись на рынки в пятницу. Инвесторы были обеспокоены тем, что вариант, получивший название B.1.1.529, может отбросить месяцы усилий по оживлению мировой экономики и спасению жизни. На неделе стало известно, что президент Байден заявил, что выдвинет кандидатуру председателя Федеральной резервной системы Джерома Павлова на второй срок во главе Центрального банка, сделав выбор в пользу преемственности в экономической политике США, несмотря на сопротивление некоторых демократов, которые хотели, чтобы кто-то уже сточил банковские регулирования и изменения климата финансового. Господин Байден сказал, что он также назначит управляющего ФРС Лаэль Берна к заместительному председателю Совета управляющих Центрального банка. Это объявление завершает месяцы закулисных дискуссий господина Байдена и его старших помощников по одному из важнейших постов в области экономики и политики в мире в период высокой инфляции и внутрипартийных разногласий. Решение президента отражает желание господина Байдена сохранить стабильность в Центральном банке на фоне общественных опасений по поводу высоких цен на все, от продуктов питания до топлива. Советники господина Байдена заявили, что они хотят сосредоточить большую часть своего внимания на принятии законодательства о социальных расходах и климате и считают, что господину Паулу будет легче получать одобрение Сената, несмотря на возражения со стороны некоторых участников. По итогам оглашения акции скромно выросли и в конце дня мало что изменилось. Господин Паул сталкивался с особенно сложной экономической проблемой. В ближайшие месяцы ему придется вести дебаты о том, как скоро повышать ставки. Опасность ли ФРС двоякая. Чиновники не хотят слишком остро реагировать, повышая процентные ставки и охлаждая экономику. Если существуют узкие места в цепочке поставок, и со временем они сохраняются. Но они также не хотят недооценивать рост заработной платы, подпитывая более традиционный инфляционный цикл. 68-летний господин Паул рассматривается сторонниками в администрации и на рынках как твердая рука, чья обширная личная поддержка помогла восстановить двухпартийную поддержку центрального банка через 10 лет после того, как его репутация сильно пострадала в результате финансового кризиса 2008 года. Политическая поддержка, которую культивировал господин Паул, оказалась ценной на протяжении всего его срока на посту председателя. Сначала, когда он столкнулся с постоянными нападками в 2018 году и 2019 со стороны господина Трампа за повышение процентных ставок, а затем, когда он возглавил быструю и агрессивную реакцию, чтобы погасить глобальную финансовую панику, вызванную пандемией коронавируса в марте прошлого года. Под руководством господина Пауэлла ФРС организовала одну из крупнейших и самых смелых мер экономической политики со времен Второй мировой войны, действуя совместно с Конгрессом и Казначейством США. ФРС снизила процентные ставки до нуля, а затем купила государственный долг на триллионы долларов и предложила купить еще триллионы в виде кредитов и других активов, чтобы поддержать кредитные рынки. Главным вопросом последнего времени для мировых ЦБ было поднимать или нет ставки. Но так продолжалась большую часть недели вплоть до тех пор, пока в Южной Африке не был обнаружен тревожный новый вариант коронавируса, который в пятницу омрачил мировые рынки. Некоторые центральные банки G10 все больше осознают необходимость ужесточения денежно-кредитной политики для сдерживания растущей инфляции и потребуется гораздо больше достоверных данных о том, что в новый вариант являются серьезные проблемы, чтобы сбить их с этого курса. А пока резюме того, где находятся различные денежные власти в моменте применения решений по монетарной политике. На этой неделе Резервный Банк Новой Зеландии второй раз повысил официальную ставку. За пределами G10 множество центральных банков также повышают базовые ставки. Денежные рынки делают ставку на то, что Банк Англии повысит стоимость заимствования в совокупности на 110 базисных пунктов к концу следующего года, поскольку растут опасения, что временная инфляция станет более устойчивой. Итак, текущая неделя – неделя благодарения на американском рынке и означает черную пятницу – неофициальное начало сезона праздничных покупок. После нескольких лет работы в день благодарения многие розничные магазины будут закрыты в этом году, как и в прошлом году из-за COVID-19, нехватки рабочей силы и так далее. На следующей неделе будут опубликованы отчеты о проходимости продажах, онлайн-продажах и других показателях, которые будут использоваться для оценки силы потребителя и экономики в целом. Другими словами, это должна быть показательная неделя для фондового рынка. Итак, какие же события будут ждать рынки на ближайшие несколько недель? Во-первых, 30 ноября. В этот день ВОЗ проводит специальную ассамблею министров здравоохранения по реформе потенциальному договору о пандемии. 1 декабря в Женеве, Швейцария, Всемирная торговая организация проводит совещание министров. 2 декабря в Лондоне ОПЕК Плюс проводит министерскую встречу для определения производственной политики. 6 декабря в Брюсселе министры финансов еврозоны обсудят проекты бюджетов на 2022 год и состоится саммит евро. 10 декабря в Лондоне Великобритания принимает саммит министров иностранных дел развития G7 в Ливерпуле. И, соответственно, 14-15 декабря, последнее в текущем году заседание ФРС. Рынки были закрыты в четверг на День Благодарения. В среду акции немного выросли, что остановило недельные потери для S&P 500 и NASDAQ. Объемы торгов, как правило, невелики в праздничные недели. Пятница также знаменует неофициальное начало сезон праздничных покупок, поскольку инвесторы будут искать информацию о Черной Пятнице, чтобы определить настроение потребителей в США. Однако руководители розничной торговли говорили в течение квартала о том, как они решают проблемы с цепочками поставок и инфляции. Также еще предстоит выяснить, не провело ли обсуждение проблем с цепочками поставок тому, что потребители начали свои праздничные покупки раньше, что может привести к снижению продаж в четвертом квартале. Индекс S&P 500 вырос на 25% с начала года. Последние недели года, как правило, являются сильным периодом для рынка, когда так называемое ралли Санта-Клауса обычно создает счастливые праздники для Уолл-Спред. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова